Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня у нас понедельник и после некоторого перерыва, связанного с летними каникулами, возвращается на Сан-Гейтс радио программа, которая называется Путь йоги и ее автор и ведущая Анастасия Хрущинская. Выглядит сегодня просто супер и как всегда у нее гость... Постриглась, по-моему, Настя, нет? Да. Да, я смотрю, что-то такое необычно красивое. Вот, да, и Путь йоги и ее, естественно, гость, которую она представит сама. Настя, пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Миша, спасибо большое за комплимент. Очень приятно, дорогие радиослушатели. Добрый день. Действительно, мы после перерыва, после длительных каникул, но мы очень готовились и мы подготовили для вас очень много нового и интересного. Я провела несколько интервью с потрясающими йогинами и вас в этом сезоне ждут такие удивительные личности, так что оставайтесь с нами по понедельникам в 9 утра по времени Сан-Франциско, в 11 утра по времени Чикаго и в 7 часов вечера сейчас в Москве. А с нами сегодня Евгения Федяева. Если вы слушали наши эфиры женской гостиной, программу, которую я тоже веду, то, возможно, вы знакомы с Женей как со специалистом по питанию. Но на самом деле Женя не только специалист по питанию, она еще и ведический астролог, специалист в области аюрведы и альтернативной психологии. И самое главное, почему мы сегодня ее пригласили, она преподаватель психологии, йоги и медитации. И у нее очень интересная специализация, это йога звука. И сегодня мы как раз об этом поговорим. И о том, как и почему йога может, звук может влиять на наше подсознание. Женечку, привет! Спасибо большое, что ты согласилась принять участие в нашей программе. И сегодня вот как раз мы стартуем с новым сезоном. Это вдвойне мне приятно, что именно с тобой мы сегодня разговариваем. Привет, Настя! Здравствуйте! Да, ну я хотела бы сначала, я надеюсь, наши радиослушатели с тобой уже близко знакомы по нашим предыдущим программам. Но тем не менее, давай мы немножко в другом ключе, ты про себя расскажешь, именно о том, о своем преподавательском опыте, да, и почему йога звука. Ну, вообще этот опыт, он очень интересный от начала до конца. Он произошел спонтанно, и он до сих пор спонтанно происходит вообще. Это произошло, наверное, лет 9 тому назад, когда я только начала преподавать альтернативную психологию, психологию йоги. Это было в одной школе здесь, во Франции. Я просто, как мы обычно начинаем, спела мантру сначала, чтобы все так концентрировались на одну какую-то гармоничную систему, если можно так сказать. Вот. И как-то всем так понравилось, говорит, так срезонировала. Не хотела ли ты преподавать классы мантра-йоги, просто практики, спевания йоги звука и так далее. Говорю, почему бы нет? Пришла, и вот так это вот все началось. И после этого меня стали приглашать в разные школы. Я потом участвовала в ретритах, сама проводила и так далее, и так далее. Как-то оно произошло спонтанно, и до сих пор оно происходит как-то вот так всегда спонтанно. Мне очень нравится это. Мне очень нравится йога-звука, нравится мантра-йога. Скорее, вот у меня классы называются мантра-йоги, конкретно мы работаем с мантрами. Вот. Потому что это действительно уникальное такое действие, если можно так сказать, или отсутствие действия, когда ты просто напрямую сталкиваешься со своим умом и с этими вибрациями твоего ума, и тебе ничего не остается делать, как просто погружаться в самого себя. Вот. И очень потрясающие результаты происходят в процессе распилания мантр коллективного. Вот. Ну, наверное, об этом немножко потом. Вот. Такой вот опыт. То есть ты как бы специально даже... Ты потом как-то обучалась специально этой технике или нет? Или это всё был твой личный опыт? Ну, сначала это был мой личный опыт, потом я, конечно, обучалась. Я обучалась одного из величайших мастеров, наверное, современности в области мантра-йоги, йоги-звука. Он ещё прямой ученик Рамны Махарши. Это такой дедушка, его зовут Рамна Баба, он живёт в Европе. Ему уже около 90 лет, и он уже больше 60 лет преподаёт йогу-звука, написал об этом очень много книг. Несколько лет путешествовал в Индии, ну это ещё в 80-70-х годах. Я встречался вот именно с мастерами в области йоги-звука, и да, конечно, впоследствии я у него обучалась. Но так интересно получилось, что те техники, которые я у него взяла, и потом с ним поделилась тем, что я уже давала своим учёникам, он говорил так, в принципе, больше ничего тебе не нужно обучать, это всё так сама и как-то, ну, спонтанно получилось. Потом уже, когда я уже начала больше, глубже с астрологией, с физической знакомиться, я поняла, что, в принципе, мантра йога – это то, чем я занималась в прошлых воплощениях, поэтому этот опыт ко мне пришёл спонтанно. То есть ты её просто знала уже на уровне подсознания, да? Он тебе просто открылся. Такая потайная дверь нашего подсознания, которая вдруг открылась, и знание ты оттуда получила. Кстати, очень интересно, на самом деле, действительно, связь астрологии и мантра йоги, мне кажется, здесь она очень чётко прослеживается, потому что, когда мы делаем какие-то упаи планетам, что такое упаи, я поясню, это корректирующие действия для того, чтобы… Негрализация, негрализация негативного действия на планет, на нашу карму, на нашу судьбу, да? То, как правило, если мы приходим к астрологу, то нам, в первую очередь, нам дают мантру, да? Для того, чтобы мы какой-то планете, да, планете-вредителю, или той планете, которая в нашем гороскопе проявлена несоответствующим образом, или мы хотим улучшить, или получить благословение от этой планеты, что мы делаем? Мы, в первую очередь, получаем мантру. И поэтому йога, то есть мантра йога, она очень сильно связана с астрологией, насколько я понимаю. Ты согласна? Да, безусловно. Вот, и, конечно же, собственно, вообще звук – это один из самых удивительных и самых трансцендентных чудес, которые происходят с человеком, потому что в йога-сутрах говорится, что имя высшей реальности – это изначальный звук, собственно. И поэтому звук не отличен от самого высшего источника, и звук – есть самая высшая реальность, манифестирующая себя посредством звуков. Поэтому, конечно, то, чем ты занимаешься, это можно назвать надо-йогой, или всё-таки это чисто мантры? Вот как проходят твои классы? Это скорее мантра йога, но, в принципе, изначально можно сказать, это и надо. Но вот именно форма, в которой происходят наши занятия – это конкретные мантры, ведические мантры. И посредством вот этих мантр, прикладная психология йоги, она как раз-таки происходит. Наверное, так. Очень интересно. Но у меня такого опыта не было именно с мантрой йогой, поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы ты нам всё-таки… Я не знаю, есть ли такой опыт у наших радиослушателей, поэтому именно какие мантры, как? Вот просто расскажи нам весь рекламент. Ну, как правило, мы начинаем… Ну, знаете, вот всё происходит спонтанно. Мне очень нравится то, что мантра йога, знаете… Ну, Настя, ты сделала такое введение об основе психологии йоги, об основе йоги. Ты говорила о Патанджале Моне, о его йога сутрах. На самом деле Патанджале, он объясняет суть всей йоги, что такое йога. Это читавлитий нирот, и все преподаватели йоги, и практикующие йоги это знают. Что такое йога – это контроль или прекращение неконтролируемых вибраций нашего ума. И мантра йоги – это непосредственно такой инструмент прямой, прямо направленный на эти вибрации, потому что всё изначально – это звук, и в современной физике это доказано, что весь материальный мир, он имеет волновую, природу или вибрационную природу. И посредством как раз-таки мантр мы меняем форму нашего ума, мы ей придаём более гармоничную форму, более гармоничную, приводим в гармонию внутренние вибрации с вибрациями окружающего мира, с вибрациями тела физического и с вибрациями Вселенной, можно так сказать. Эти вибрации, они имеют разные формы, разные энергии, они могут быть хаотичные, а также они могут быть гармоничными. И когда эти вибрации гармоничны, то мы видим реальность внешнего мира, такой, какая она есть. Но когда эти вибрации негармоничны, когда эти вибрации принимают формы обиды, гнева, разочарования, страхов за будущее или разочарований за прошлое и так далее, и так далее, ум концентрируется и принимает вот эти вот как бы сгустки вибрационные как единственную реальность. Тогда происходят проблемы. Что мы делаем на мантра-йоге? Мы просто берём как бы совершенные вибрации мантр. Потом я уже объясню, наверное, в будущих вопросах, что такое эти формы. Мы просто берём эти формы совершенные и их погружаем в наш ум. И наш ум принимает другую окраску, другую форму. На самом деле в процессе практики мантра-йоги происходят просто какие-то невероятные вещи. Когда коллективно мы распеваем какую-то одну мантру, например, мантру Сатурна, или просто мантра, которая работает как раз таки с программами уныния, с программами претензий ко Вселенной, почему так произошло и так далее, и так далее, какие-то претензии к судьбе. На самом деле у нас они у всех есть, так или иначе они выражены в нашей карте натальной, и просто в нашем характере. Какие-то вещи просто невероятные происходят. Особенно, когда это происходит коллективно, появляется такое пространство синергии, и подсознательные программы начинают резонировать друг с другом и всплывать намного сильнее. Такая коллективная прикладная практика йоги. Вот так это происходит. Скажи, пожалуйста, а как у тебя происходит именно выбор мантры, какую ты будешь петь на классе, на занятиях? Потому что ведь, ну, я понимаю, то есть можно, ну, зависит от дня, например, если, допустим, действительно проходят занятия в субботу, то, возможно, что Шани, это Сатурн, а для него будет самую благоприятную мантру исполнить в этот день. Сегодня вот понедельник, сегодня день Луны, и тоже для Луны хорошо было бы исполнить мантру. Но, тем не менее, вы же не только по планетам, да, что-то ещё, какие-то другие мантры, это как-то зависит от запроса твоей группы, либо ты сама выбираешь направление? Мы все сами выбираем, всё происходит спонтанно, мы просто встречаемся и начинаем говорить. Вот эта вот энергия, она сама возникает. Вот я очень всегда хочу, чтобы не было никакого контроля, чтобы не было этой ментальности, не было установок, не было шаблонов, чтобы всё было максимально в настоящем моменте. И тогда вот происходят чудеса на самом деле. Когда нет контроля, когда нет ожиданий, тогда происходят чудеса, как и в жизни, в принципе. Но на самом деле, конечно, чувствуется вот энергия планеты в определённый день. Зачастую наши классы происходят по субботам. Да, и на самом деле очень хорошо в субботу проводить духовные практики, распевать мантры, какие-то аскетические ограничения делать, потому что нам всем, независимо от того, гармоничный ли Сатурн в нашей карте, в нашем тонком теле или негармоничный, очень важно быть в гармонии с этой планетой. И на самом деле именно эта планета, вибрации этой планеты приносят самые глубокие удары по судьбе, и с другой стороны, самые глубокие реализации в нашей жизни, такая кармическая планета. Да, очень часто распеваем мантры Сатурн, потому что правила День Сатурна происходят. Просто есть мантры двух кругов, которые работают с тонким телом и которые работают более с казуальным телом. Это мантры, скорее, как духовные они называются, возбивание аспектов абсолютного мантр на ране, мантры шивы и так далее. На самом деле все мантры, они нацелены на то, чтобы человек увидел реальность, такая, какая она есть. В практике Бхакти это называется соединиться с Богом. Кто-то танцует шивы, кто-то поздает любовь к Кришне. У каждого свое, а кто-то просто возвращается в реальность и сталкивается с реальностью, такой, какая она есть. Зависит от того, какой наш опыт на самом деле. Как-то так. Я с тобой совершенно согласна, потому что действительно все вокруг нас представляет своеобразную осязаемую музыку. И на шум и тело они с готовностью откликаются на звуки и на всевозможные колебания в окружающей среде, потому что звук – это прежде всего колебание, это волна, если мы помним из курса физики. И поэтому на звуки, как внутренние и внешние, даже вот этот диалог, который внутри нас происходит, это тоже колебание своего рода. И тем самым мы реагируем на это. И давай уже тогда глубоко пойдем глубже. Что же такое, в общем, что же происходит с нашим сознанием? Какие мистические изменения происходят, когда мы контактируем с этими вибрациями? Ну, на самом деле наш ум, природа нашего ума соцвична, она ритмична и гармонична. Но за счет вибраций и энергии Раджаса и Тамаса, страсти и невежества, которые мы накопили за прошлые воплощения, просто наше негармоничное отношение к миру, наших негармоничных восприятий реальности, через призму гнева, страха, тех эмоций или тех сгустков вибраций, о которых мы говорили, мы немножко забыли нашу природу. И мантры, они возвращают нас к этой природе. Что происходит? Мы просто хаотичные вибрации нашего ума, например, электроэнцефалограмма, по-русски это называется, показывает вот эти вот вибрации. Это на самом деле просто волновая природа нашего ума, она просто показана. Мы просто вот в эти хаотичные волны мы помещаем гармоничную форму, звуковую или вибрационную, антулярную, можно это так назвать, мантры. И просто придаём вибрациям нашего ума или подсознания другую форму. Вот и всё. И на самом деле вот эти вот сгустки грязи, которые находились в глубоком подсознании, они выходят на поверхность. И вот задача моя, как психолога или как человек, который контролирует в какой-то степени, я ничего не могу контролировать, который более-менее как-то ведёт, группу — это помочь человеку интерпретировать этот опыт. Потому что на самом деле опыт очень глубокий. Потому что у людей всплывают такие вещи, которые, может быть, даже они не видели и не испытывали в данном воплощении. Вот какие-то прошлые опыты. Люди вспоминают свои прошлые воплощения. Даже такой был опыт у нескольких людей. Вспоминают очень глубокие какие-то травмы, связанные с детством, какие-то уроки, связанные с каким-то чем-то очень запоминающимся, негативным, иногда и позитивным. Все привязанности выходят и так далее. Просто мы очищаем наше подсознание. Вот что происходит во время урока. Потом вот эта вибрация, она очень долгое время находится в нашем уме. Если даже мы её не поддерживаем, я очень часто говорю, есть такие мантры очень сильные, как, например, Гая-три-мантра. У меня многие ученики говорят, что это Гая-три-мантра, просто после практики мантра йоги она ещё работает в их тонком теле, вот в их восприятии реальности. Одну неделю, две и даже три, даже до месяца это доходит. Просто благодаря раздеванию в течение полчаса в этом мантре коллективе. Вот что происходит. А скажи, пожалуйста, действительно очень интересно, какие изменения происходят с людьми после практики в антре йоги? Вот у тебя, поскольку ты уже, у тебя такой опыт достаточно продолжительный, наверняка у тебя есть какие-то примеры удивительные, которыми ты могла бы поделиться. из лечения от болезни, например. Я всегда всё как специалист, всё-таки по здоровью, как человек, который практикует какие-то здоровые практики, я всегда про здоровье. Чем можно помочь? Ну, на самом деле мантры, ну, это инструмент, он просто потрясающий, да. Если ум правильно настроен, если человек, ну, какой-то хотя бы небольшой имел опыт, осознанность, это просто отслеживание мыслей, то мантра йога, особенно, когда коллективно это происходит, потому что это очень сильная энергия, вот когда мы коллективно распеваем. Ну, какие-то интересные такие опыты. Знаешь, у меня такая была ученица, она есть, она уже 4 года или 5 ходит на уроки, на ретрит ездит, ее зовут Мирьям. Эта девушка, она вообще занималась спортом, такая активная, вся в татуировках, она абсолютно не в теме была, ну, и решила просто попрактиковать йогу, это было в сентябре, как спортивный, как вид спорта, да, а вот порастягивала на что-то, и каким-то вообще непонятным образом попала на мантру йогу. Все кто, короче, говорит. Ну, слово йога, да, услышала и подумала, что... Да, да, и пришла. И мы как раз распевали мантру Шивы, как-то так Ом Триям Бака. Вот, уже такая глубокая мантра, очень сильная, трансформирующая. Ты понимаешь, через полчаса распевания этой мантры, она попнулась с реальностью, с ней произошел такой небольшой опыт хамадхи, вот, просто она уже пришла в сентябре, когда-нибудь не произошло. Вот, она в этом состоянии, вот, столкнулась с реальностью, вот, ходила, наверное, не знаю, две недели, вот. Ее после этого жизнь абсолютно поменялась. Она сейчас пишет, она сейчас рисует, она сейчас занимается лепкой, она преподает вот именно эту красоту реальности через какое-то прикладное искусство. Вот такой был опыт интересный. Потом у меня очень много учеников, которые болели серьезными заболеваниями посредством психологии йоги, питания, они поменяли свое здоровье. И вот, знаешь, именно глубинные причины их заболеваний очень часто выходили в процессе практики мантра йоги. Это очень часто происходит вообще. Вот, вот именно как раз очень часто происходит вот именно осознание этого уныния или претензий к судьбе по карме по Сатурну, потому что у нас очень много таких серьезных заболеваний, трактовых, трансформирующих заболеваний, такие, которые поднимают очень глубинные какие-то подсознательные наши блоки. Все это всплывает, да. Это достаточно часто происходит. Вот, очень часто люди раскрывают какие-то свои творческие способности. Вот, и, ну, очень часто происходит просто люди без посещения психолога, они просто осознают свои кармические задачи. Вот, просто главная задача, наверное, моя, это правильно интерпретировать, помочь человеку, именно, как бы, вербализировать этот опыт. Потому что опыт встречи с реальностью, изначально ее невозможно вербализировать, потому что, как бы, отсутствие, при этом опыт отсутствует, в том числе, в том числе человек уже разный. Скажи, пожалуйста, я не могу не задать этот вопрос. Мантрам, конечно, очень часто, особенно в нашем, наверное, западном обществе, приписывается такое мистическое значение, очень серьезное мистическое значение, может быть, даже излишнее. И может ли мантра навредить? Вот такой, на самом деле, вопрос у меня возник, да, потому что я, когда готовилась к нашей программе, то я прочитала такой отрывок из такого трактата, Хариши Джохари, был такой специалист по джорджи-шуэрведе йоги, и он описывает как раз такие инструменты воздействия мантрами, да, которые могут навредить карме. И может ли человек, вот если он, допустим, самостоятельно какие-то мантры произносит, может ли он себе навредить? Ну, я бы ответила так. Ну, во-первых, есть мантры, которые, в принципе, вредят, потому что это определенные вибрации, да, это определенные формы энергии, да, мантрами можно навредить. Но в нашем йогическом мире такие мантры, как правило, неизвестны, они более секретно находятся в Индии, среди знатоков, да, мантр. Я лично таких не знаю, которые напрямую направлены на какое-то вредительство. Как мантра может навредить, даже обычная ведическая, да, там, каят. Просто есть мантры, у которых очень-очень сильная энергия, которая, вот, знаешь, когда человек поет эту мантру, он садится просто вот в спортивный автомобиль, да, к реальности и просто летит. До этого он полз, да, или даже отползал назад, а сейчас он садится. И просто, знаешь, сознание может, тонкое тело и сознание может быть просто неготовым. Вот только поэтому, да. Она может навредить тем, что очень быстро выходят подсознательные программы, очень быстро выходят вот эти вот реакции. Карма срабатывает очень быстро. А человек, ну, вот уровень его принятия, да, ситуации просто, ну, ещё не готов. И вот поэтому мантра в какой-то степени внешне может навредить. Вот так. То есть даже хорошая мантра, да. Всё-таки, как ты считаешь, нам лучше под каким-то руководством этим заниматься, да, или это, возможно, самостоятельная практика. И чтобы ты посоветовалась, если практика возможна, то как это можно практиковать именно дома? С чего начать, скажем, для людей, которые не посвящены вообще? С какой мантры, да? Все знают мантру ум, да, как её применять, например, да? Например. Ну, есть мантры просто, которые сильные, как я и говорила. Гаятари мантры, очень многие учителя её дают. Мои учителя всегда нас предупреждали о том, что она сильная, и её нужно, вот, гаятари мантры, например, нужно давать под руководством. Очень многим она нравится, потому что у приходит в спокойное состояние, но не все потом могут, как бы, правильно интерпретировать и правильно столкнуться с этим опытом, который может дать гаятари мантры, например, да. Вот. Потом, ну, вот мантры тоже шани, они достаточно сильные, но человек, который настроен их петь, мантры тоже раху и кету, да, они достаточно сильные, потому что здесь, как бы, мы работаем непосредственно с кармой, да, с кармическими какими-то проработками, и карма может, как бы, ускориться, да, можно так сказать, то есть сознание может акселировать, да, в сторону проработки этой кармы. Вот. Человек просто может быть не готов. Но это такие небольшие, на самом деле, ограничения. На самом деле, ну, вот, как предсказано, да, мудрецами, что именно очищение сознания и гармонизация нашего подсознания со внешним миром в период Кали-юги, да, и переход от Кали-эпохи в следующую эпоху, более гармоничную, должен произойти за счёт воспевания святых имён. То есть, как другими словами, воспевание мантры-йоги. Ну, если мы берём ведическую, да, практику. Опять же, мантра-йога — это то же самое воспевание, там, имён христианства, то же самое мантра-йога. Мантра-йога, она есть во всех духовных школах, только, ну, просто мантры, у них определённая, там, форма, да, вибрационная, которая связана с определённой культурой, языком и так далее. Вот. Ну, распевать ом, распевать тем, если вы в какой-то ведической, да, практике, или вам ближе какой-то аспект абсолюта, это Нараяна, Кришна, Вишну, Ганеша и так далее, и так далее, вот, просто брать мантру, или, ну, вот, та, которая нравится её распевать. Очень помогают мантры, вот, которые работают с тонким телом, мантры планетам. В понедельник у нас мантра Луне, вторник Марс, среда Меркурия, четверг Юпитер, пятница Венера, суббота, суббота, воскресенье, солнце. Вот. Очень хорошо даёт такой заряд, правильный, да, на день. Вот. Мантры Шиви, Умна Махшивая, да, или Ом Три Ям Бакам. Вот. Ну, эти мантры, в принципе, все знают, их можно найти в интернете, их можно найти в Ютубе, как они распеваются. Опять же, это те мантры, которые, вот, не обязательно именно петь их с определённым акцентом. Это те мантры, которые, их вибрация чисто не меняется, если мы их будем распевать в разных интерпретациях, современных, несовременных, или вообще не распевать, просто их повторять по себе, алису, разницы нет. На самом деле, эта практика очень глубокая и очень трансформирующая. И даже незаметно она очищает наше сознание, даже незаметно мы приближаемся к нашей истинной природе. Поэтому мантры очень важно петь и повторять. Знаем мы эту практику, не знаем, вот, хотя бы удивлять 5 или 10 минут нашего внутреннего. Ежедневный, да? А когда лучше, кстати, утром или вечером? И утром, и вечером, ну, лучше вообще всегда. Вы ходите, да, и вы внутри повторяете, и сознание меняется, и внешняя реальность меняется. Но вот лучше, конечно, утром, да, в соответственное время, до 5 до 6 утра, вот, вы сделали свою медитацию, поёте мантру, или наоборот, приводите ум в спокойное состояние, концентрируетесь на дыхании, да, вот, потом поёте мантру. На самом деле дыхание, это, ну, у нас один ритм, это музыка, другой ритм, это дыхание. И когда мы совмещаем два ритма, музыку и дыхание, да, то мы приводим в правильный ритм, гармонию, ритмичную гармонию, да, наше подсознание со внешним миром. Тогда мы видим реальность, что там есть. Поэтому вот эти два ритмических рисунка, звук и дыхание, это, на самом деле, самые главные, самый первый инструмент в йоге. У меня ещё пара дополнений к тому, что ты сказала, во-первых, мы не перечислили две планеты теневые, это Раху и Кету, да, Кету, это тоже вторник, потому что эта планета близкая очень к Марсу, и Раху – это суббота, да, то есть если мы поём, если мы используем мантры вот этим планетам, то вот эти дни для них очень хорошо подходят. И ещё у меня есть такая ремарка, вот хорошие мантры, да, то, что вот благие мантры, да, для чего они используются, мне хотелось бы рассказать нашим радиослушателям. То есть существуют мантры, которые помогают прояснить истину, да, понять, слиться с Высшим Абсолютом, есть мантры, которые дают совет, да, то есть те, которые мы можем петь, и мы получаем, ну, как будто бы нам как раз вот эти тайные двери нашего сознания открываются, и мы узнаём что-то. Существуют мантры, которые способствуют достижению определённых медитативных состояний, то, наверное, то, что больше всего используется в практике йоги, именно вот как физической, да, практике. И ещё есть исцеляющие мантры, вот к исцеляющим как раз мантрам, вот мы уже несколько раз сегодня говорили, вот Ом Траям Бакам, это мантра Шиви, она ещё имеет название, Махамрит Юджая мантра, да, это одна из самых сильных мантр, которые исцеляют. И у меня тут сразу к тебе вопрос такой, что же мы, если мы, скажем, слушаем просто, то это такое же действие или нет? Да, да, это такое же действие, но когда мы повторяем мантру, то всё-таки действие усиливается. Вот то, что, да, да, конечно, особенно если вот именно та форма, да, в которой произносится мантра, она просто резонирует с нами, нам просто нравится музыка, тогда она намного сильнее, да, укладывается в нашем тонком теле. Просто мы её как бы принимаем, да, она нам нравится, мы её принимаем. Да, конечно. На самом деле я хотела немножко дополнить, что ты сказала. Все мантры, вот уровня, там, аюрведические мантры, мантры кундалини, да, вот, которые помогают привести ум или тело, да, в определённые, там, мистические состояния, мантры духовные и так далее. И через определённые формы, в принципе, все эти мантры ведут к истинной цели, вот, познание Абсолюта и соединение с Богом. Ну, просто у каждой определённая форма, да, вот, и вот погружая эту форму в наше подсознание, прорабатывая какую-то, какую-то, какую-то причину, да, мы очищаем наше подсознание и мы соединяемся с истинным я. Вот я бы, наверное, так сказала. Мне бы хотелось ещё поговорить о практике применения мантры, да, во время чего и когда мы можем пропевать мантру, да, произносить мантру. Вот, например, когда мы в асане находимся, да, какой-то, ну, это уже, я понимаю, что когда ты долго занимаешься йогой, наверное, это возможно, это то, к чему мы должны стремиться, да, когда мы держим какую-то асану, мы повторяем мантру. И насколько это вообще, вот, реально быстро достичь, практикуешь ты такую? Да, я практикую, но у меня есть своя мантра, да, духовная, которая мне дана духовным учителям, вот, которая приближает меня к истинному, я, можно так сказать, ну, желательно всё-таки, наверное, так или иначе, когда мы уже долго находимся в какой-то, наверное, практике духовной, найти всё-таки своего духовного учителя, если это какая-то физическая, может быть, школа, то получить мантру, потому что тогда мантра, она становится, ну, я не знаю, в сотни, в тысячи раз сильнее, да, и она просто на все сутки жизни, она исцеляет, она даёт силы, она даёт ответы на вопросы, она, ну, она просто уникальна, вот, нужно петь вот эту мантру во время практики асан, вот, или ту мантру, которую вот в данный момент, да, мы чувствуем, что нужно петь, или та, которая дана, может быть, на консультации с физическим астрологом, или мы сами знаем, или просто мантра, которая нам нравится, вот, очень, знаешь, вот есть такая мантра омна-муна-райна, это одна из мантр, которые очень, ну, важно петь в наше время, это та мантра, которая гармонизирует нас на четырёх уровнях, наше тонкое тело, грубое, да, тело на социальном уровне, физическом, да, и психоэмоциональном, на психологическом, на духовном, такая очень трансформирующая, вот, если вы практики, мне, кстати, да, она очень нравится, я тоже её в своё время получила от нашего с тобой общего учителя, и я, мне, например, эта мантра омна-муна-раина, она очень нравится, потому что её очень хорошо практиковать во время праноямы, она короткая, она очень легко ложится на ритмы, и когда, допустим, ну, сейчас, конечно, в современном мире очень легко, там, праноямы делать, можно поставить таймер, да, и там, чтобы не считать, например, про себя, а вот произносить какую-то мантру, у которой очень легко ты вот произносишь, да, как раз мантру, и у тебя как раз период задержки или период вдоха или выдоха, вот, и это очень как раз хорошо помогает, а ещё какие способы применения мантр ты могла бы там поделиться, я вот знаю, что, например, если сны плохие снятся, то тоже можно, если что-то неприятное снится, то мантры помогают перед сном, да, то есть, какие мантры вот помогают в таком случае, есть у тебя какая-нибудь секретная мантра, которую ты могла бы поделиться с нашими слушателями? Ну, мантры Шивы, наверное, потому что как раз таки мантры Шивы, они работают очень со страхами подсознательными, да, потому что они нейтрализуют самый главный страх, который лежит в основе всех страхов, это страх потерять физическое тело, да, именно основу рождения нашего эго и связи, эго и ума, да, который основан на страхе смерти, да, и вот именно эта мантра, ну, на Макшивае или Умтрия Бакама, другие мантры Шивы, вот, они нейтрализуют страх, вот, и очищают очень-то от сознания, также мантры Кришны, они дают вот эту благоухающую любовь, вот это вот счастье, лёгкость бытия, да, они вот переводят на этот лад гармоничные анахата чакры наше сознание, наше восприятие реальности, вот, какие ещё практики, в каких случаях использовать мантры, вот, как ты сейчас сказала, с пранаямой, эта практика называется пранамантра, когда мы используем мантры во время практики пранаямы, на самом деле практика намного усиливается, и вот ум гармонизируется, и переходит в такое ритмичное, гармоничное состояние очень быстро, вот, очень хорошо сочетать мантру с дыханием, с дыхательными практиками, перед едой очень хорошо петься разные мантры, вот, когда мы предлагаем еду богу, вот, и очищаем тем самым тонкую основу, да, на самом деле эта традиция, она существует практически во всех религиозных течениях, да, то есть, если мы посмотрим, в православии существует обязательно молитва перед едой, такое благословение, да, и в мусульманских религиях тоже, в мусульманстве это существует, и я думаю, что в любом ортодоксальном религиозном течении существует именно молитва перед едой, когда мы предлагаем еду богу, поэтому не обязательно, то есть, может быть, кто-то действительно думает, что я вот мантры не знаю, да, то есть, вы можете произносить, очень важно вообще просто эту практику в свою жизнь имплементировать, когда мы уже осознанно подходим к процессу, и очень понравилось, я в свое время, я никогда этого не видела в России, вот, широко, да, но здесь, в Америке существует огромное количество различных религиозных конфессий, и я первый раз, я помню, запомнила даже этот случай, когда в ресторане просто увидела, как люди сели, им принесли еду, и вдруг они помолились, просто в ресторане, да, то есть, это не то, что ты дома там сделал, да, когда это никто не видит, а вот именно даже в общественном месте, на меня это такое глубокое впечатление произвело, если вы стесняетесь, то мантру или молитву можно произнести про себя, то есть, здесь тоже ничего страшного в этом нету, но главное, чтобы еда, вот мы с тобой, как люди, с питанием работающие, да, потому что еда пошла во благо, это очень важно сконцентрироваться, когда мы едим не в спешке, не на бегу, а именно сосредотачиваясь на процессе еды, да, да, конечно, у тебя есть, что дополнить, да, да, я просто хотела сказать, что на самом деле любая молитва есть мантры, если в практике христианства есть специальные молитвы, которые направлены на, которые предназначены для практики перед едой, чтобы очистить пространство еды, успокоить ум перед принятием еды, да, вот, в мусульманстве, да, в мусульманской практике, в суфийских практиках тоже есть определенные мантры, да, конечно, где же еще можно использовать вот мантры, знаете, когда вот выводите машину, садитесь в машину, очень здорово вот привычку такую новую обрести и петь он при амбакам, да, он при амбакаме джанае, суда дзи бурти варданам, урва руками вабандаям, мритер миши я джам риха, вот, и на самом деле эта мантра, она защищает пространство, да, нас как бы ограждает от каких-то травмирующих, да, ситуаций во время вождения машины, да, вождение происходит очень спокойно, да, и успокаивается ум, вот, ходят страхи, вот, в каких-то тоже критических ситуациях вот эта мантра очень помогает, а также, просто любая, знаете, вот любая мантра, она успокаивает ум, когда мы чувствуем, что он беспокоен, когда у нас есть страх, когда мы боимся чего-то, когда нужно идти к начальнику, да, просто, например, к начальнику мы идем, мы поем мантры Гадеши, которые убирают препятствия, оно убирает препятствия внешние, но самое главное, оно убирает внутренние препятствия, препятствия, которые находятся в нашем уме, вот, мантры Гадеши, например, вот, потом очень замечательные мантры есть женские, гармонизирующие женские энергии, очищающие женское тело, есть мантры, которые очищают женское в большей степени и в меньшей степени, потому что это менее необходимо у мужчин, тонкое тело от прежних сексуальных связей, да, от каких-то таких блоков связанных с привязанностью, именно связанных с сексуальными связями с прежными партнерами, женщина не может забеременеть, она происходит очистительный процесс посредством мантр, да, и ее тонкое тело очищает, и вот зачатие происходит гармонично и вообще происходит, вот, на самом деле есть очень сильная мантра Кали, да, которая очищает тонкое тело, вот, как-то так. Ну, вообще, в любой стрессовой ситуации очень логично применять мантру, потому что, если вы нервничаете, если у вас какая-то стрессовая ситуация случилась в жизни, да, вы с кем-то поругались, поссорились, или на работе какие-то сложности, да, то есть, вместо того, чтобы пойти заесть свою обиду, или, или пойти, знаете, сейчас, как в современном мире, что советую, да, пошел в спортзал, да, вот побил грушу, как-то, да, выбил эту свою силу, вот этот гнев из себя, нет, иногда тоже, конечно, полезно, но на самом деле, если мы произнесем мантру, да, перед этим, то тогда наш ум успокоится, и тогда мы поедим уже в более спокойном состоянии, и даже если мы пойдем в спортзал и побьем эту грушу, это намного больше, более полезно будет, потому что, когда ум спокоен, мы осознаем наш, последовательность наших действий, когда ум беспокоен, а в современном мире это вообще просто сплошь и рядом, особенно у жителей городов, и это как раз показатель того, что мы с тобой говорили в нашей, в одном из прошлых бесед, что это как раз вата-доши выведено из равновесия, когда ум скачет, как белка, да, туда-сюда, туда-сюда бесконечно, да, вот мы то хотим, это хотим, и здесь, и прям кружок, кружок по фото, нам еще и петь охота, да, помните, такое стихотворение было, замечательное, детское, вот, поэтому мантра нам как замечательно поможет вот в такой стрессовой ситуации, и если у вас какая-то проблема, да, можно тоже решить ее с помощью мантры, мне кажется, как раз, вот когда мы долго не можем решить что-то, какой-то вопрос, не можем найти решение, то мантра нам тоже может в этом очень хорошо помочь, даже если у нас какая-то стрессовая ситуация прямо сейчас разворачивается, да, то можно быстро что-то про себя, там, как раз, там, начальник отчитывает, я не знаю, там, что-то вот как раз на дороге какие-то стрессовые, мы очень часто на дороге, когда везем машину, да, то постоянно находимся в каком-то таком стрессовом состоянии, вот, и мы можем тоже себе помогать очень, ну, еще просто поставить даже мантры в машине вместо радио, там, или вместо каких-то, там, не знаю, что там еще люди слушают, вот, ну, вот можно тоже себя поставить, ну, и даже просто самая простая мантра, да, которая для тотальной релаксации, то есть изначальный звук ум, или он еще же аум, да, который можно так более широко его громко произнести, то есть он сразу нам дает успокоение и релаксацию, да, вводит нас в медитативное состояние, вот, ну, там, три-пять раз произнеся просто звуком, уже мы успокаиваемся, ты добавишь что-нибудь к моему? Да, я добавлю, знаешь, что касается стрессовых ситуаций, очень важно, такая вот маленькая ремарка, но она делает, как бы создает всю разницу, да, с называнием мантры, очень важно не ставить себе установку и не ждать от мантры, что я сейчас пою мантру, и реальность изменит, да, вот, очень важно изначально хотя бы на уровне ума принять ситуацию такой, какая она есть, вот, вот в этот момент мантра откроется и тогда мантра усилит это состояние принятия, вот, мы же не будем, не можем с Богом рыночные отношения создавать, вот я сейчас пою мантру, да, и ты мне все дашь, вот, очень важно вот именно настроить свое умное принятие, это изначально важно, вот, а также я хотела дополнить такой момент, мантры очень хорошо использовать во время беременности, во время начатия, и когда детки маленькие петь им мантры, но я вот на своей практике знаю, у меня много друзей, йогов, да, которые вот с мантрами рожали, есть определенные мантры, с мантрами беременели, и вот проходили этот период беременности, вот качественно меняется вообще подсознание детишек, детишки очень спокойные, детишки очень уравновешены, детишки правильно развиваются, и как бы видят реальность такую, какая она есть, вот, это очень-очень мощная практика. Вообще интересно, вот детки как реагируют, я не сталкивалась с этим, может быть, с маленькими детьми именно, как они вообще реагируют на мантры, им нравится? Вот ты знаешь, очень нравится, потому что дети, на самом деле, воспринимают реальность глазами родителей в какой-то степени, да, просто для них мантры становятся абсолютно естественными, как, я не знаю, как солнце, или как небо, и так далее, вот есть мантры, и нету, как сказать, каких-то предрассудков, общественных, потому что они ее восприняли, вот они родились, они познают мир, и вместе с ним мантры, намного легче, чем бы взрослые воспринимали мантры, потому что у нас уже есть определенные, как бы, определенные ожидания или определенный опыт, да, вот, у нас у всех русскоязычных есть христианский опыт, да, который несколько другой, да, вот, у детей намного легче это происходит очень хорошо, вот у моих многих знакомых, которые в психологии йоги подают, и сами практикуют, и вот уже будучи в этой теме, можно сказать, родили детей уже там, детям 10 лет, и 15, это абсолютно нормально, абсолютно естественно, мантра становится частью их жизни, и она им помогает, и многие дети до 10 лет уже получают духовное посвящение, у них есть своя мантра, и они чувствуют ее силу, которая им помогает, на самом деле, очень здорово прививать детям, вот, ну, здесь, наверное, аспект влияния звуку на подсознание, в той или иной духовной школе, в какой вы находитесь, не обязательно, что это будет физическая школа или юридическая, это абсолютно не важно. Ну, резюмируя нашу с тобой программу, конечно, хочется сказать, что мантра йога, на самом деле, это медитация, да, причем это самая наиболее доступная, и простая форма медитации, доступная для западного человека, именно, потому что мы взросшены немножко в других культурных традициях, да, и мы не совсем привыкли к медитационным практикам, иногда мы не понимаем, какого эффекта, и чего мы должны ожидать, или чему мы должны вообще прийти, и поэтому мантра йога, это как раз то средство, которое наиболее эффективно и приятно, именно для западного человека, вот, и мне хотелось бы еще вот одну цитату привести, да, чтобы, так сказать, в завершение нашей программы, ну, может быть, ты еще что-то добавит, добавишь, вот, что писал с вами Шивананда о Наде йоге, олень ловится в ловушку с помощью приятного звука, кобра бывает очарованной приятной музыкой, рагапанандаварабали очаровывает кобру, надо ловит ум, ум получает лаю в приятной наде, ум привлекает приятной надой, и, следовательно, вы легко можете контролировать ум с помощью практики на аде йоге, вот такая замечательная цитата, вот, ну, на самом деле, тема, конечно, она огромная, если в нее углубляться, то есть, изучать историю, да, и вибрации, которые рождаются, то есть, это очень много всего, об этом можно говорить, ну, может быть, ты дашь какие-то вот мантры такие, ну, мы уже поговорили, вот, там, Ахамрит Юджая, мантры Ом Три Амбакам, дорогие друзья, вы можете найти эту мантру очень легко, просто набрав Ом Три Амбакам, да, в поиск, в интернете, потому что мантра, она немножко сложная, может быть, на слух сразу ее записать, да, поэтому лучше прочитать, про нее очень-очень много написано, может быть, Ом Нарая Найна, да, вот эта мантра, которая тоже очень-очень замечательная, и помогает вообще в любой ситуации, ее легко практиковать во время пранаямы, может быть, еще какие-то мантры, Женечка, ты поделишься, которые тоже для ежедневного применения. Ну, прежде всего, я бы хотела сказать, всех смотивировать на практику мантра йоги или мантры медитации, потому что на самом деле посредством мантр очень легко можно успокоить наш ум и гармонизировать его, вот именно привести ум в спокойное состояние, вы можете повторять мантру в течение пяти или хотя бы трех минут и вы почувствуете разницу, насколько легко выйти в состояние осознанности, действительно так, вот, и, ну, так как сегодня понедельник, и вообще луна, день луны, луна, она символизирует ум, да, она связана с умом непосредственно, с психоэмоциональной частью нашего ума, да, вот, и очень важно в нашей жизни иметь ум гармоничным, спокойным, тогда мы будем воспринимать реальность такой, какая она есть, тогда мы не будем болеть, тогда мы будем гармоничны в отношениях и притягивать гармоничные отношения, да, мы будем спокойны, удовлетворены, мантру луны я бы хотела дать, ну, как-то мне в ум пришла, очень лёгкая Ом Шрим, Ом Шрим Ом, Ом Шрим Ом, очень глубокая мантра, очень успокаивающая мантра, она гармонизирует женское начало у мужчин и у женщин, она очень успокаивает луны, и он, она даёт удовлетворение, именно внутреннее удовлетворение, которое не зависит от внешних обстоятельств. Вот также Омна Махшивая, она тоже успокаивает ум, убирает подсознательные страхи, а также привлекает гармоничного мужа для женщины, очищает тонкое тело. Это мантра. Омна Мобагавате Васудева Я, мантра Кришни, а также, наверное, Хари Кришна, Маха Мантра, да, которая самая известная. Которая дает счастье истинной реальности. Удивительно, когда, на самом деле, мы были недавно летом на Урале во время фестиваля летнего солнцестояния, и там был большой лагерь в Айшнавске, и они Маха Мантру пели просто, ну, как киртан, как действие. И вот хотелось там постоять, и сразу пуститься в пляс, и такое прямо состояние спокойствия и счастья возникает от этого, когда ты рядом находишься. Да, 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 это точно. Мантра тоже потрясающая, мы очень часто её поём, вот, приносит такие, действительно, вот это вот удовлетворение, счастье, лёгкость бытия, не зависящие от внешних обстоятельств. Также Ом Гангана Патейна Мана, а мантра Ганеши, Ганеши, да. Убирающая пространство, препятствия. Все препятствия, да. Все препятствия, прежде всего, препятствия в нашем уме. Ну, собственно, в заключении я хочу сказать, что мы не коснулись этого, но что такое мантра в переводе с санскрита? Манас – это ум, мантра – это очищение, и мантра – это звук или энергетическая вибрация, очищающая ум. Вот, поэтому практикуйте обязательно мантру, пение мантры, медитацию с помощью мантры, мантры йогу, и достигнете удивительных, удивительного прогресса, как в ментальном, так и на самом деле и на физическом плане, и на материальном плане очень много чего можно достичь, просто практикуя мантры йогу. Спасибо огромное, Женечка, очень приятно было с тобой опять беседовать, и я надеюсь, ты к нам еще придешь в гости, потому что все мы развиваемся, с нами что-то происходит, и всегда есть чем делиться с нашими радиослушателями, и я хочу напомнить, что с вами была программа «Путь йоги», и у нас в гостях была Евгения Федяева, удивительный специалист в области восточной психологии, астрологии, питания, ирведы, и очень глубокий человек, и преподаватель йоги, и человек, который специализируется именно в мантра йоге. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, и я хочу напомнить, что в понедельник, следующий понедельник, и по понедельникам в 11 часов по времени Чикаго, 7 часов по времени Москвы, и 9 утра по времени Сан-Франциско, мы будем выходить в эфир с программой «Путь йоги». Ом, ом, ом. Ом. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова